Издал царь указ. Кто сможет с его дочерью больше 20 раз подряд? Тому полцарства в наследство, а у кого не получится, тому голову отрубят. Ну тут народ со всей Руси-то и начал валить. Да никто больше 10 раз и не смог. Вот объявился Ванька-дурак. А так как считать он не умел, ну максимум до трех, то после каждого раза рисовал палочку на стене. Царевна это поняла, что этот дурачок-то сможет. И пока Ванька был занят делом, царевна ногой палочки-то со стены и стирала потихонечку. Ванька-дурак это дело заметил, психанул, стер все палки и говорит, это к делу не пойдет, давай заново. Пришло время выдавать замуж царских дочерей. А у царя их было три. Выдал царь каждый лук и стрелу, как в той сказке. Первая дочь метилась-метилась, выстрелила, в общем попала на боярский двор. Вторая на купеческий. А у третьей улетела на болото. Идет третья дочь, значит на болото. И видит большой жаб, держит ее стрелу. Берет она его на руки, целует, не превращается. Она его опять целует, тот не превращается. Еще раз целует, никак. Тут жаба говорит, целуй ниже, сильно заколдован. Любишь фильмы? Подпишись на инстаграм Russia Movie Limited. Весьма годный контент, связанный с кинотематикой, шоу и сериалами. Russia Movie Limited. Подписывайся и докажи, что ты знаток киноиндустрии. Научный конгресс, посвященный происхождению всяких географических названий. В общем, люди выступают, рассказывают, как появилось то или иное географическое поселение. В общем, анекдот. Выступает один ученый. У нас под Москвой был такой исторический случай. Сам Петр I со свитой остановился в одном селе. И ночью один солдат заснул в карауле. Утром начальник караула спросил царя, как его наказать. Но царь был в хорошем настроении духа и только сказал, оставь его. С тех пор село так и называется, оставь его. Берет слово другой ученый. А у нас в Ставрополе был очень похожий случай. Только царь на этот раз был не в духе, и солдату повезло меньше. А с тех пор село так и называется, Ипатьево. 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 Ипатьево.